Максим Иванович Гончаров в свои 92 года сам встречает студентов. Помощникам предстоит навести порядок в полисаднике и у дома фронтовика. Хозяин сегодня может себе позволить побыть в роли наблюдателя, посидеть на скамейке, хотя в посадочный сезон ветеран вовсю орудует в огороде. Картошку сажу под лопатой, поправляю, чтобы засыпать. Нанимаю плуг, пасу. Фронтовик уверен, физически закалила его именно война. На фронт попал в 41-м, 18-летним мальчишкой. Окончил два пехотных училища и сразу в бой. Все годы провел на передовой. Победу лейтенантам встретил в Берлине. Был листали. Я в стенке стоял, жоку капитала, все подписывал. Шла беспорядочная стрельба вверх. Голос большой, вопль большая, на радостях. Самый значимый праздник – День Победы уже 7 десятилетий и в семье Марии Бусыгиной, вдовы ветерана. Супруг был участником Японской войны. После ее завершения служил на флоте. А мужу остались самые теплые воспоминания – добрый, сильный, трудолюбивый. Своими руками возвел вот этот дом, которому уже больше полувека. Помогают поддерживать строение в порядке родственники, соцработники и студенты. Спасибо за это, что приехали, убрали. Воспитали так, то что, ну даже без разницы, либо ветеран, либо не ветеран, пожилым людям всегда надо помогать. Человек заслуживает помощи, потому что он участвовал в Великой Отечественной войне. Ветераны – это святое. Святое. А остальное подождет. Социальные акции в Черногорске проходят регулярно. В преддверии же 9 мая по традиции в большем объеме. За один день волонтеры навестили четверых пенсионеров. На следующей неделе юношеские ремонтные бригады отправятся по новым адресам. А вот девушки помогают пенсионерам к празднику обновить прически. На базе Центра соцобслуживания населения открыли небольшой парикмахерский салон. Татьяна Донцова, Наталья Громашова, Игорь Брюханов. Вести Хакасия.